всем привет с вами алексей 20 километров от харькова украина середина лета практически и сейчас будем разговаривать о некоторых культурах на которые стоит обратить внимание скажем так ну кто следит за моим так сказать каналом он значит я занимаюсь фундуком в основном сейчас вам вкратце покажу результаты и вот сколько он места занял небольшой участок скажем так еще и размножается приносит так сказать копеечку да и давайте посмотрим сколько заняла земляника садовая вот это вот 60 кустиков здесь вот небольшой участок да то есть в принципе как бы много почему будем разговаривать о клубнике так называемой то есть правильно говорить земляника садовая как говорят люди серьезны ну будем говорить клубника ладно раз уж все так говорят почему они потому что она занимает немало места на наших участках а результата иногда особо не дает и допустим вы столкнулись с таким же вопросом как и я надо сейчас закупиться закупить в их захотели все-таки хорошие сорта то есть выбросить тот хлам который скорее всего у вас роз и хотите закупить хорошие сорта первое надо найти хорошего продавца я покупал у есть такой видеоканал удачный эксперимент кто в украине принципе можете обращаться вот и покупал у дмитрия он стоит в харькове станция метро героев труда ну каких-то серьезных пересортов ни в одном ни в другом случае я не вижу понятное дело что все возможно потому что человеческий фактор ну как бы видно что люди занимаются ответственно цены приемлемые нормальные цены да не может тоже и совсем дешево клубника стоить и так далее так значит давайте начнем сейчас посмотрим на лидеров и посмотрим на аутсайдеров высказываю свое мнение кто мне понравился кто не понравился именно на открытом грунте в моем регионе запомните это самое главное новая моя земля мой регион и открытый грунт потому что ну как бы каждый сорт может вести себя по-разному первое начинаем с сорта альба показываю состояние лист в отличном состоянии ус бросает вот допустим здесь 20 штучек значит какие проблемы с альбой но у меня как бы особо проблем с ней нет и она вкусно но для меня она например вкусно мне она по вкусу даже нравится честно вам скажу есть легкая кистинка на настолько легкая прям все в интернете кислая кислая нет она не кислая у меня она не кислая ультра ранний сорт быстро созревает и именно тогда когда клубники именно хочется поэтому высокоурожайно поэтому этот сорт я оставляю мало того что оставляю я его еще размножаю она у меня давно я с ней хорошо знаком изучил ее и она мне очень очень понравилось поэтому с ней однозначно и и будет где-то в районе 60 кустиков остальное будет коллекция это вот пока на сегодняшний день на 100 кустов больше я вам не рекомендую покупать потому что ну будут скорее всего излишки а 100 кустов если вы будете хорошо ухаживать в принципе получите замечательные результаты так еще один товарищ у нас значит остановимся на альбе это у нас ксд короткого светого дня то есть ультра они есть так называемые нейтралы есть так называемые скажем так по разному их называют ремонтант земляника ремонтант на нейтралы для меня лично вот ремонтант на это если вот он отплодоносил отдыхает потом опять выдает волну для меня это ремонтантный нейтрал для меня это тот который постоянно дает так вот смотрите вот это сорта которым я хочу сказать я просто в захвате от него честно это кабрильо кабрильо еще кабрила называют не знаю как правильно но насколько я знаю правильно кабрильо насколько помню итальянцы значит смотрите что дает этот итальянец вот это рассада покупалась с открытой корневой системы и она была очень маленькая и она покупалась поздно потому что кабрилу еле нашел в итоге она дала прекрасные приросты и она постоянно дает ягоду и дает цвет то есть она как бы плодоносит постоянно то альба который вам показывал она высаживалась кассетная рассада я сам сделал первый раз жизни кассетную рассаду сильно не старался это были очень маленькие растения от по 5 сантиметров далее в этом году шикарные приросты в общем вот эти два сорта я для себя очень сильно выделяю до ягода кисловатая надо ждать пока кабрильо дозреет сейчас я вам покажу ягодку вот так вот но цвет видите цвет такой можно еще чуть подождать да твердоватая так сказать но по вкусу она мне очень зашла очень рекомендую ну по крайней мере для себя для моего региона вы гляньте какие приросты это с карликовых этих с открытой корневой растений даже возможно что в конце лета осени уже все это высаживалась результат потрясающий то есть идет постоянное действительно цветение и действительно будут результаты купчиха ну что вам сказать на купчихе можно озолотиться вот она дает постоянно прекрасные усы болявости нет кстати альба кабрильо по болявостям практически ничего я такого не замечал обработки у меня умеренные так как сами кушаем ягоду однозначно то есть не перебарщиваю с этим да то есть нормально все хорошо купчиха тоже хорошо себя в принципе показывает по болявости по урожайности она давала хорошие результаты скажем так ну я считаю все-таки немножко сорт переоценен да там еще угроза нематода может присутствовать поэтому как бы конкретно для меня он не зашел сильно его будет несколько штучек для себя покушать так как действительно вкусно опять же там и семечко крупно попадается ну не знаю такое себе ребят не знаю то смотрите сами я как бы не жалею что ее приобрел до что она у меня будет но восторга прям сумасшедшего нет чем мура туруси наверное японский сорт урожайность есть ягода есть ягода сладкая то есть недозревшем виде срываешь кушаешь и она все равно сладкая как по мне так все-таки по болявости по хлорозиком по всему остальному цепляется на нее в принципе ягода не крепкая ягода быстро подпекается муравьи там все дела в общем ну в коллекции останется размножению сильному размножению не подлежит до сразу оговорюсь я продажи саженцев земляники сада не занималась поэтому я вам рассказываю все как есть потому что у меня как бы нет абсолютно никакого интереса елизавета 2 вот сразу подходим сразу болявый лист то есть есть на ней болявости вот в этом плане в другом плане она саженцы были небольшие саженцы хорошо развиваются и ягодка идет постоянно и цветет то есть я ее как и кабрилия могу отнести все-таки больше к нейтралом понравился сорт хороший сорт ну как хорошие заморочены я его не буду размножать но если он у вас есть по вкусу по вкусу она в принципе вся та клубника более-менее вкусно ну и елизавета когда вызреть принципе вкусно но я для себя этот сорт размножать особо не буду клыри клыри если это клыри конечно вот кидают усы лист вот пятнистость уже видим несмотря на обработки да хоть и небольшие не знаю может пересорт как-то он вообще на клыри не похож ягода была позже чем обычно ягода была нелюшка такое себе что попало не знаю не могу сказать точно в общем пока не зашел вообще так мурано мурано и альбион сразу показываю на мурано пятнистости пятнистости постоянно даже осенью высадил и уже были пятнистости несмотря на это высокая урожайность то есть болелась на живым средняя высокая урожайность очень высокая урожайность и вкусная ягода это до этого не отнять но за это приходится платить как бы за ней надо внимание и она все-таки вот от плодоносила хорошо кстати от плодоносила прекрасно и все и не дает уход у меня как у обычного дачника соломка поливы подкормки умеренную то есть я не тут идти на не капли там никакой не пленки у меня так все как вот за всеми культурами так и за земляника садовая ну по некоторым сортам результаты есть я доволен слава богу ну там где-то чуть-чуть хлорозит альбион тоже хорошо себя показал очень рано ягода была ягода было скажем так вкусная однозначно так все будем потихонечку закругляться я думаю вы все поняли значит сначала находите продавца хорошего потом у него приобретаете коллекцию из этой коллекции исходя из ваших условий вашего региона подбирайте сорта для себя то что вам удобно я сделал так не жалею для себя я определился 60 кустиков альбы плюс коллекция в которой будет максимальное количество кабрилию скажем так пока такая схема а вот альбу срезал полностью ну немножко не очень как бы растения пока себя чувствует но в плане лист не такой красивый не такой хороший но я еще подкормлю и думаю что все будет хорошо так что у нас быстренько пробегаемся по ситуации вот клыри да здесь тенек я понимаю но какое клыри может быть сейчас такое время в середине лета не знаю то ли пересорт к сожалению то ли непонятно что там что это за клыри непонятно вот муран но мурана прекрасно себя показывает альбион немножко хлорозит мурана такси вот пожалуйста чем урату руси видите ну болявая на болявая однозначно так дальше из сирия сирия то ли сирия то ли румба такая ягодка непонятно шикарная общем тут вопросов нет вивара вивара шикарный сорт вивара значит ягода вкусная была отплодоносила и опять начинают плодоносить возможно отнесем ее к нейтралам ананасная год смотрите болявая в общем короче плохо себя чувствует постоянно в общем так вот держу знаете для того а бы было так сказать и все так это у нас кабрилия кабрилия ну чуть-чуть хлорозит немножечко не сильно опять же цветение ягодки как и на елизавете постоянное цветение ягоды поэтому наверное это все таки нейтрал дальше вот хлороз хлорозит мальди малька малька результата не давала рассада была открыта это все что вам показывает открытая корневая вот здесь посажены то саживалась практически осенью поэтому результатов особых пока нету серия руба непонятно азия хлорозит ягода была ягода вкусно мальвина не впечатлила тоже и хлорозит ягодка подпекается общем как-то так непонятно эль санта ягода была ягода вкусно но развитие самого кустика минимальная то есть вот такой очень слабый на этом буду немножко заканчивать и так затянул прошу прощения сделаем короткие выводы значит еще покажу мурана мурана высаживал как ампельную клубничку то есть она у нас должна вот усы и на ней должны были образовываться плоды под дождем но развития самого куста мне не нравится она у меня перезимовала в сарае то есть я думал что развитие будет хорошее но на самом деле вот здесь как развивается закрытая корневая система и здесь тот же самый сорт мурана посмотрите какое здесь развитие да какой лист плоды и все хорошо поэтому все таки наверное закрытая корневая это для супер специалистов и вот только что обратил внимание от вивара выкинул ус и ус уже цветет и на нем если ничего не сделать будут плоды вивара понравился кстати по болявости ну особо нет вот немножко пятнистость есть в принципе сорт очень понравился и так находим хорошего продавца для начала надежного да не покупаем там на каких-то площадках что попало у кого попало вот отзывы почитали посмотрели приобрели коллекцию по этой коллекции определяем какие сорта вам подходят и в пропорции в каких количествах они должны быть я для себя определился 60 альба ультра не урожай когда клубники очень хочется покушать ты и покушал потом дальше все остальное заморозка годится для заморозки ягода плотно на консервировал остальное коллекция просто пришел с утра и клюнул пару ягодок если тебе этого уже так сильно очень захотелось на самом деле вот поэтому я для себя определился и 100 кустов больше наверное и не нужно потому что место занимает очень много на этом месте мог бы расти фундук и продажа саженца вы сами понимаете то немножко другая тема то есть клубника это все-таки больше так для души для себя покушать потому что покупать честно говоря стремновато на самом деле вы садились посмотрели кто в вашем климате вашем регионе зашел не зашел если все зашло хорошо тогда выбирать сорта берете от них усы укореняйте и другие которые вам не нужны либо в коллекции оставляйте там по одной штучке либо нещадно скажем так удаляете но такая ситуация всем спасибо огромное кто послушал эту нудную болтовню кто поставил лайк кто подписался с колоколом со звенящим обязательно на этот канал всем огромное спасибо всем огромный привет из харьков у кого остались вопросы напишите пожалуйста в комментариях как у вас это происходит какую схему для себя вы выбрали какие сорта вам нравятся и так далее и всем всем огромный огромный привет из харькова и всем пока